приветствую вас народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про ребаланс техники в патче 127 продолжает лесто циферки крутить на танчиках метовые танки меняются посмотрим что в этот раз изменится сразу к самому интересному я думаю самое обсуждаемое это нерв супер коня давно уже говорилось про это и вот он случился точнее случится в следующем патче если ничего не поменяют но я думаю что вряд ли что-то поменяется грубо говоря это похора на конях во-первых нерфят перезарядку перезарядка было 8 и 7 почти 9 секунд а будет девять с половиной секунд 0,8 секунды почти секунду перезарядку отрезают это очень критично поскольку танк не альфовый а дпмной а когда у дпм на танка не такая уж и быстрая перезарядка это немного странновато средуха на этих танках точно уже упадет это очевидно но как по мне это еще не самое плохое что с ним сделали ведь у него еще и изменили броню изменили броню в лючке вы знаете что если конь стоит высоко и корпус приподнимает то лючок пробивается тяжело если конь стоит низко или наклоняет корпус вперед открывает тем самым лючок и крышу башни то она пробивается легко теперь в патче 127 у супер коня на башне будет лючок грубо говоря как у фаша вы знаете что у фаша огромный тут этот т-образный такой колбасометр на башне у супер коня будет тоже самое огромная колбасей на башне длинная трубка такая она будет пробиваться у нее будет броня 230 причем у нее наклонного толком никаких нет да если попасть в самый край она круглая там приведенки будет чуть больше но в целом 230 миллиметров это фигня полная это даже будет пробиваться не специальными снарядами обычными тут даже восьмерки будут пробивать это 230 миллиметров это же вообще смех вот это главный минус нерфа супер коня это просто хоронит коня в общем все отмена коня не качаем в помойку и как я уже много раз говорил метовые танки время от времени меняют просто местами был сильный танк один потом его заменяют другим сильным танком вот все эпоха супер коня ушла приходит эпоха других танков в за 111 5 а 113 концепт 5 йох вот что-нибудь из этого там а супер конь все на мусорку плохо это ли хорошо конечно же для общего баланса это плохо поскольку какой-то периапанный танчик они не нерфит а какой-то который даже и сейчас не самый-самый сильный его зачем-то нерфят еще и вот в такое превращают очевидно что никаким балансом здесь не руководствуются только двигают танки по популярности какие-то супер популярные заезженные танчики опускают вниз какие-то не супер популярные танки делают мега им бой супер метовыми что все их там уже до конца докачали поиграли какое-то время чтоб статисты на них наигрались чтобы рандом изменился и геймплей в игре поменялся потом через сколько-то там лет поменяют все это опять перелопатит сделают другие метовые танки чтобы снова игра поменялась чтобы интерес к игре не угасал чтобы люди начали другие ветки качать как-то по игре пошевелились не сидели на одном месте глобально это все смотрится с одной стороны и плохо и хорошо я честно говоря на супер конь игрался а вот те новые метовые танки имбовые которые появились я на них поиграл какой-то период времени покайфовал но я бы не сказал бы что прям уж сильно многое на это время не потратил но спустя десяток лет я по-прежнему хочу что-то в этой игре поиграть и попробовать видимо главная цель в этом всех этих ребалансов но глобально если посмотреть со стороны киберспорта там справедливости общего баланса то это вообще ничего общего в этом ребалансе с этими вещами нет но возможно тогда игра была бы скучнее и мы бы не хотели в нее играть лет десять но это не точно может быть и нет мы же не видели другой вариант мы видим только такой вариант вариант где раз балансирована разработчики нам не показывали сравнить наглядно мы не можем только можем представить но свое мнение можете написать в комментариях переходим к следующим ребалансом апают твп вту концепт оказывается это снайперский танчик но такой снайперский что у него пушка очень слабенькая это одна из худших ст-8 неудивительно что ее апают апают практически весь танк от края до края все что связано с пушками точность перезарядку сведения на 10 метров обзор улучшают у стоковой башни на 10 метров у топовой башни общий обзор получается 390 на топ башни скорость полета снаряда улучшают пробития немножко апнули и специальным и обычным снарядом в принципе уже достойное пробитие получается и все остальные параметры тоже но это не удивительно что нормальная пушка должна быть у бумажного большого танка иначе тогда за счет чего на нем играть лучше поздно чем никогда апать вот такие вот ведра тем более что это проходной прокачиваемый танк прокачал и забыл приятнее когда он нормальный а не ведро следующее ведро проходное прокачиваемое это конструкт т34 100 такой же убогий танк как и прошлый но седьмого уровня тоже улучшает ему точность на 4 пушках улучшает ему точность и на 3 пушках еще улучшает сведение также еще и улучшает стабилизацию на 17 18 процентов тоже бумажный китайчик у которого кроме пушки особо ничего и нет неплохой ап слабых танков пойдет только есть вопрос еще к другим слабым танком на восьмом уровне допустим их там предостаточно еще тоже в патче 1.27 что очень важно опыт еще и акционные десятки которые я получил они у меня стоят в ангаре но я на них не играю поскольку они мне не доставляют удовольствие на них не сильно влияет на исход боя поскольку они неприятные слабенькие в общем играть на них не хочется один из них это китайский тяжелый танк 10 уровня за глобальную карту 116 f3 у танка очень долгая перезарядка всего лишь три снаряда в барабане и это очень душно играть на нем неприятно и на исход боя повлиять тяжело да у него вроде как неплохая броня вроде как барабан но в целом в быстрых боях 40 секунд перезарядка 3 снарядов это очень долго ему сделать перезарядку 27 секунд то есть отрезают 13 секунд вот это слабый такой ребаланс вот это нормально теперь можно и поиграть на нем время смены снаряда в магазине было пять секунд становится 8 секунд очень как-то по тупому написано время смены снаряда в магазине было 5 секунд стало 8 такое ощущение что хотели прикрыть нерв жесткий тут и так между снарядами перезарядка 5 секунд это очень долго а 8 секунд это просто пипец как долго но они каким-то словом смена снаряда а не перезарядка вот бы тому кто это писал вот эти вот письмена куда-нибудь бы засунуть разброс на 100 метров был 042 будет 04 толщина нижней лобовой детали было 195 миллиметров будет 175 время сведения было 2 и 9 будет 26 еще и стабилизация улучшена на 20 процентов но не написано от чего от всего от поворота корпуса поворота башни и от движения или от чего именно написано просто 20 от чего не написано в общем чё хочу сказать вроде похоже на об тут тебе и сведения и стабилизация и улучшение точности перезарядка барабана но 8 секунд перезарядка между выстрелами это такое впечатление как будто бы мы на три снаряда как обычный цикличный танк но может быть дпмные танки стреляют быстрее нас альфовый медленнее мы посерединке то есть на три снаряда мы цикличный танк потом 27 секунд перезарядки мы вдруг барабанный танк схема примерно такая но это что нерфит броню в нлд это тоже плохо поскольку это тяж большой такой крупный тонкой нлд это неприятно с таким тонким нлд там и фугасами некоторые будут пропивать всякие там кобры базе 176 и так далее не хотелось бы чтоб какая-нибудь бабаха ваншотил его в нлд это все-таки большой такой тяж в общем есть и улучшение но с каким-то осадком хочется на этом танке поиграть на гк я отыграл танчик получил он для вангаре стоит а зачем непонятно поэтому хочется уже его улучшение чтобы на нем поиграть с кайфом а иначе он зачем получался то же самое кара 45т танчик вроде как прикольный но душноватый не совсем-то прикольная пушка броня вроде как есть но не слишком толстая прям явных уязвимых зон нету но все равно на особо на нем не потанчишь что с ним делают перезарядка у нас становится быстрее было 16 секунд 14 12 10 4 снаряда у нас с дозарядкой а будет 13 с половиной секунд 11 с половиной девять с половиной на один снаряд становится меньше но перезарядка становится лучше грубо говоря на полсекунды перезарядку улучшают но один снаряд забирают также сведение было три секунды будет 24 что уже похоже на более-менее вменяемую цифру 038 точность превратится в 036 роль танка была универсальная будет танк поддержки в принципе вот такие вот ребалансы где-то с осадком где-то вообще несправедливые но вот такие они есть наши ребалансы которые у нас происходят не для баланса не для того чтобы игра стремилась к идеальному балансу она даже в эту сторону не стремится а стремится просто менять метовые танки чтобы рандом менялся и мы видимо не заскучали это мои предположения так это или нет я не знаю свои догадки можете писать в комментариях но супер конь с лючком от ваша это вообще класс на этом у меня все с вами был варчик красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи